Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Хобби Фан Ин Джапан и сегодня я решила провести обзорную мини-экскурсию по локации Super Nintendo World, расположенной в парке Юй Джей в Осаке. И именно это место многие туристы по незнанию, кстати, называют парком Марио. Ну что ж, не будем ждать и сразу же пойдем внутрь. Вход это тоннель, который ведет из внешнего мира в главный холл замка принцессы Пич. Он, конечно же, не самый огромный, но смотрится при этом очень приятно как внутри, так и снаружи. И самое важное, благодаря тоннелю появляется эффект перехода в другой мир. Вот только не все так радужно, как хотелось бы. С открытием туристического сезона в Японии мир Super Nintendo зачастую настолько забит посетителями, что чтобы попасть туда нужно очень постараться. Но об этом чуть позже, а сейчас давайте сосредоточимся на антураже. И вот тут у меня, если честно, нет слов. Дизайнеры парка Юй Джей настолько постарались, что у неискушенных посетителей от ярких красок может начать рябить в глазах. Все элементы настолько сочные и настолько яркие, что невольно создается ощущение нахождения в мультфильме. И я не просто так сейчас вспомнила про мультипликацию. Дело в том, что этот парк хоть и называется Super Nintendo World, его решили базировать не на игровой вселенной, а на вселенной фильма. По сути, его начали строить ровно в тот момент, как договоренность о съемке полнометражки была достигнута и права переданы студии Universal. И многие локации в той или иной степени напоминают именно фильм. И кстати, именно по этой причине в киноленте сделали такую бешеную мешанину из тех игр Nintendo, которые только можно было взять. Ну и в дополнение забыла сказать, как же расшифровывается название парка Юй Джей. А состоит аббревиатура названия из трех слов. Universal Studio Japan. Так что теперь, думаю, всем понятно, откуда тут ноги растут. Но это, конечно же, никак не влияет на впечатление от самой локации, ибо сделано тут все очень и очень мило. И что очень приятно, специально, чтобы поразглядывать все эти мелочи, в локации имеется несколько специальных биноклей, которые, как ни странно, совершенно бесплатные. А поглазеть тут есть на что. Особенно хочется отметить внимание к деталям и разного рода мелочам. В принципе, дизайнеры могли просто нарисовать все на стенах мира Super Nintendo и не париться с чем-либо вообще. Но вместо этого они, похоже, решили пойти по сложному пути. И как вы, наверное, уже заметили, результат оказался просто потрясающим. Все, что может двигаться, двигается. Все, что стоит на месте, светится. Да что уж там и говорить. Даже на простые нарисованные участки стены добавили интересную текстуру. Так что поверьте, в реальности ощущение от присутствия просто нереальное. Уж простите за каламбур. А тот факт, что вся зона является большой ямой, на самом деле очень сильно спасает от солнца и жары. Ибо за исключением полудня тут почти всегда тень. Но если вы почувствовали, что стало жарко или холодно, то из-за особых развлечений тут, конечно же, есть магазины с сувенирными товарами. Ценник, конечно же, просто огромный. И поверьте, купить примерно то же самое за пределами парка можно раза так в два дешевле. Но, как говорится, если вы уже пришли, то почему бы не отовариться просто памятной игрушкой или каким-нибудь аксессуаром. Благо, магазинчики радуют не только антуражем. Выбор товаров в них просто огромный. Он бесконечный и каждый найдет себе что-то по вкусу. А вот по карману что-то найти уже сложнее по вполне понятной причине. Прогулявшись по магазинам, решила вспомнить еще одно развлечение. А именно стучание по блокам и выполнение мини-заданий. В парке можно купить специальный браслет, на который при выполнении квестов капают игровые монетки. И, соответственно, стуча по блокам или выполняя задания, можно получать дополнительные очки или же новые ключи для доступа на особый аттракцион. Задачка очень даже веселая. Хотя стоит отметить, что из-за этого, казалось бы, простого развлечения, начинают собираться очереди и без того в переполненной локации. Но как детям, так и взрослым все это очень нравится. А раз система работает, то парк ничего менять не будет. Также в зоне Супер Нинтендо есть очень крутое кафе с очень приятным и интересным меню. Вот только сразу попасть туда практически невозможно. И придется сначала вылавливать начало бронирования, а потом еще ждать 3-4 часа, пока оно не настанет. Ну и ладно, еда не задалась, так что пойду-ка я оценю аттракционы. Их тут, кстати, всего два. Первый это Марио Карт в замке Баузера, куда я сейчас иду. А второй это поездка верхом на Йоши, вокруг локации. Конечно же, на самом деле развлечений тут чуток больше, но остальные не являются аттракционами. Третье развлечение, отмеченное на карте парка, это поход в игровую зону и небольшая игра на экране телевизора с вылавливанием ваших движений камерой. И там, как ни странно, снимать нельзя, да и интереса оно для меня не представляет. Так что я решила его пропустить. А вот Марио Карт это, наверное, одно из самых веселых развлечений для поклонников вселенной Марио. Как вы, наверное, уже заметили, путь внутри замка Баузера это не что иное, как место, отведенное под очередь. И тут стоит отметить, что в отличие от Диснейленда, почти все очереди в Ю и Джей находятся в закрытых и кондиционируемых помещениях, что нереально спасает в жаркую и холодную погоду. Но как факт никак не спасает от ожидания, которое может длиться аж до трех часов. Хорошо, хоть антуражи интересные и во время очереди стояния есть на что позалипать глазами. Ну вот я и вошла в зал с объяснением. Мне дали вот такие очки альтернативной реальности и рассказали, куда к ним крепить стекла в машинах. В общем, процесс обещает быть веселым. Надев очки, вы реально оказываетесь на треке с оцифрованными персонажами, к которым добавляется и реальный антураж вокруг кабинки. А дальше все просто. Рулите туда, куда показывают стрелки, стреляете черепахами в противников и зарабатываете очки. Длиться это развлечение 5 минут, что по японским меркам очень даже долго. И поверьте, один раз отстоять очередь для таких погодушек вполне можно. Жаль, только снимать там нельзя. Да и смысла особо нет, ибо половина веселухи, даже больше, находится внутри очков с экранами. Что ж, с картингами закончили, переедем на второй большой аттракцион с названием Yoshi's Island. Идея с запрятыванием очереди тут точно такая же, как в Mario Kart. Все толпы людей заводят внутрь горы, и они до нескольких часов ждут своего времени, чтобы 5 минут прокатиться вокруг мира Супер Нинтендо. Хотя, в отличие от предыдущего развлечения, здесь все же имеются интерактивности, и можно постучать по блокам или по яйцам динозавров. Ну, или посмотреть мини-видеоролик в домике с местными жителями. Сам же аттракцион, по сути дела, очень детский, и по-хорошему, кроме как смотреть с него на тот же самый парк, что мы уже видели, тут больше делать нечего. Единственная причина его популярности в том, что в последнее время сама локация Мир Супер Нинтендо является закрытой. Чтобы избежать совсем уж огромной давки, администрация USJ ограничивает вход. И без специального билета, который можно получить через приложение или в информационном окне после входа в парк, туда не войти. Вот и получается, что прокатившись на основном аттракционе, многие просто усиленно ищут, чем бы заняться, чтобы не уходить из этой локации. Особенно это актуально тем, кто забронировал кафе. Из-за ограничения на вход таким товарищам даже нельзя выходить из этой локации, ибо заново войти без спецбилета уже не получится. Что ж, зона Марио получилась у парка очень странная. С одной стороны очень яркая и красивая, но с другой до невозможности тесная и вечно переполненная посетителями. И если честно, я даже не знаю, что сказать в итоге. Мне, конечно же, все понравилось, но лишь потому, что я была счастливым обладателем специального билета с ранним входом. И смогла попасть сюда намного раньше, чем все остальные посетители. Но по-хорошему, всем, кто приехал из-за границы, получить такой билет очень сложно. И единственная возможность попасть на локацию без очереди, это прийти за 3 часа до открытия парка и ждать перед воротами, чтобы зайти в парк одним из первых. На этом в зоне Марио, в общем-то, все. Толпа начинает пребывать усиленными темпами, так что пойду-ка я в другую локацию. И судя по моей одежде, вы, наверное, уже догадались куда. Так что всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться, ибо следующее видео будет про зону Гарри Поттера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!